Уважаемые коллеги, доброе утро. Вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Викиенко и мы начинаем наш утренний видеобрифинг Espresso, на котором в течение ближайших 15-20 минут посмотрим на то, что происходит в мире перед открытием торгов в Москве, обсудим повестку дня и поговорим о том, где ждать индексы к закрытию. Напоминаю, что Espresso это первый из видеобрифингов, которые мы в Китфинанс подготовили для Вас сегодня и далее идем по нашему стандартному расписанию. Кому интересно, знакомьтесь на нашем сайте broker.kf.ru. Оно есть. Так, сейчас разрешите, я переключу на мой рабочий стол. Здесь у меня открыт терминал Bloomberg и мы с Вами пройдемся по ключевым индикаторам сегодняшнего утра. Итак, давайте поговорим немного о торговле в Соединенных Штатах. Здесь мы видим скорее нулевую динамику, доу подросло на 0,1%, на 0,14%, S&P в нуле, NASDAQ в минусе. В общем, индексы закрылись американские разнонаправленно. И если мы посмотрим на внутреннюю торговлю, то она имела вот такой характер. Негативное открытие, движение вниз и потом постепенно индексы начали откупаться. И вот практически, если мы говорим о индексе S&P 500, то индексе широкого рынка, то бумаги, входящие в этот индикатор фондового рынка, позволили ему закрыться около нуля. В общем, есть повод для осторожного оптимизма. Макроэкономическая статистика вчера выходила скорее вялой, но есть такие светлые пятна, которые позволяют с небольшим оптимизмом смотреть в будущее. В частности, индекс деловой активности регионального Федерального резервного банка Филадельфии вчера вышел на отрицательной территории, но гораздо меньше было снижение, чем того ожидали рынки. Плюс, наконец, на позитивную территорию перешел компонент новых заказов. Соответственно, это опережающий компонент. Новые заказы сегодня, это, соответственно, заказы, исполненные в ближайшие месяцы. Соответственно, появилась некоторая надежда на то, во-первых, этот индикатор вступает в противоречие с тем, что мы видели в данных Федерального резервного банка Нью-Йорка. Соответственно, не все так плохо, как нам в понедельник рассказали. И, соответственно, есть повод надеяться на то, пока осторожно, но все-таки надеяться на то, что третий этап программы количественного смягчения, запущенный недавно, Федеральной резервной системой будет иметь хотя бы краткосрочный эффект на реальный сектор через некоторое оживление ожиданий. И, соответственно, в последнее время, на прошлой неделе, в конце прошлой недели мы видели восстановление индекса потребительских настроений. А вот сейчас первые пока слабые, но все-таки сигналы о восстановлении промышленности. Недвижимость продолжает оставаться в очень неплохой форме, в микроуровне. Если мы смотрим с точки зрения 2006-2007 года, конечно, это пациент скорее мертв, чем жив, но с точки зрения динамики последних месяцев здесь позитивные издвиги наблюдаются, и это, конечно же, хорошо. В общем, есть повод для того, чтобы немного покупать. По крайней мере, так представляется перспектива ближайших месяцев. Но о перспективах я предлагаю поговорить немножко дальше, а сейчас давайте поговорим о том, чего ждать от сегодняшнего дня. Итак, американцы закрылись около нуля, европейцы, соответственно, снижение на полпроцента процент, соответственно, у них сегодня будет повод отскочить. И вот видим в Азии позитивная динамика, все растет в Токио на 3,25%, на процент Гонконг, хороший рост в материковом Китае, Тайбэй, Сеул, Сидней все показывают позитивную динамику без каких-то больших крупных покупок, но все-таки позитив, и это должно хорошо сказаться на открытии сегодня в Москве. В сырье также наблюдается определенный отскок. Здесь помогали в том числе и данные от Федерального резервного банка Филадельфии, так что этот отскок начался вчера и сегодня он продолжается. Непть восстановилась до 111 практически долларов, и это хорошо. И сейчас с утра мы растем на 0,4%. WTI американская смесь, соответственно, почти процент прибавляет, с утра 93% абсолютная котировка. В общем, более или менее благоприятная ситуация. Сейчас складывается золото, возвращается к 17,75%, подбирается к этой отметке. И по медиа мы видим процент роста, соответственно, это позитивный сигнал, который характеризует неплохо спрос на риск сегодня на азиатской сессии. И, соответственно, на таком фоне мы вполне можем подрасти. Так, перед тем, как перейти к Форексу, давайте я запущу наш первый вопрос, нашего опроса, нашего видеобрифинга. Уважаемые коллеги, нас интересует ваше мнение по поводу открытия индекса ММВБ. В панели инструментов появилась возможность проголосовать, так что, пожалуйста, выражайте свое мнение. И через несколько минут мы сверим свои позиции по этому вопросу. А я тем временем, пока вы голосуете, тем временем перейду к рынку валютному. И здесь у нас тоже скорее спрос на риск наблюдается. Все продается, все в зеленом цвете против американского доллара, против которого нарисованы все эти столбики. Евро растет, иена внизу списка, и это хорошо. Это правильно, как должно быть при повышающемся спросе на риск. Евро растет на 0,2%, на пятую часть, и это тоже неплохо. Сырьевые валюты также в плюсе. Внутри дня евро выглядит вот так. И, соответственно, мы сейчас в верхней границе торгового диапазона, немного отскакиваем вниз. Но, тем не менее, ситуация благополучная пока складывается. С точки зрения техники, наверное, пока сложно говорить, но вроде как пытаемся отскочить после вчерашних минимумов и вернуться к отметке выше 1.30. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Здесь каких-то уверенных выводов пока, на мой взгляд, делать нельзя. Будем осторожничать. Так, проговорили про основные индикаторы при открытии торгов в Москве. И, соответственно, на таком фоне разумно ожидать, соответственно, движение вверх. Движение вверх. Таким образом, таким образом, да. Движение вверх. Давайте посмотрим на то, какие результаты дал нам опрос. Его цифры я сейчас покажу. За движение вверх проголосовало 57% участников. За движение вниз 5% от тех, кто принял участие в нашем видеобрифинге. И за боковую динамику, соответственно, никто сегодня не проголосовал. Первый раз, по-моему, за историю наших видеобрифингов. Один из вариантов ответа остался без приверженцев своих. Так, большинство голосует за движение вверх. Я согласен с такой постановкой вопроса. Результаты опроса на ваших экранах. Соответственно, вторая часть нашего опроса. Закрытие индекса ММВБ сегодня. Пожалуйста, коллеги, голосуйте. Каково ваше мнение по индексу ММВБ сегодня вечером в пятницу? Как мы закроем сегодняшний день? Ряд ответа вверх-вниз и боковая динамика. Так, проговорил. Давайте теперь посмотрим на технику. Вчера здорово нас попродавали. Правда, не настолько здорово, как я целился. Мы дошли до 80 и отскочили от этого уровня. Ну и слава богу. Слава богу, продавцы успокоились и показали свою неготовность настаивать на дальнейшем движении вниз. И это, наверное, хорошо. Так что впереди нас ждет такая вяло-вяло восходящая торговля. На мой взгляд, если мы говорим о перспективах следующей недели. Позавчера на СПО Сбербанка мы продавили вот этот нисходящий уровень, берущий свое начало в 2011 году. И, соответственно, около него, наверное, как-то вяло будем торговаться предстоящие дни. Так, проговорили. Давайте про уровни сегодняшнего дня. Если мы ожидаем движения вверх, если мы закрылись на 1500, то, соответственно, первой серьезной целью для продавцов должна стать отметка 1515 пунктов. Думаю, что ее, соответственно, это плюс процент. Думаю, что ее нам удастся более-менее легко достигнуть. И максимальное ожидание это на сегодняшний день отметка 1520. Так что если мы говорим о диапазоне на сегодняшний день, то это 1520 пунктов сверху и, соответственно, 1500, наверное, снизу. Это на случай, если там какие-то контратаки быки будут проводить. Вот такой диапазон я бы ждал от сегодняшнего дня. Думаю, что, наверное, стоит покупать. Так, про сегодняшний день, про повестку много говорить не получится, потому что... Так, давайте, прежде я открою профиль рынка по фьючерсу на индекс РТС. Вечерняя сессия вчерашняя, вот она немножко вверх отошла. Много о сегодняшнем дне говорить не получится, потому что повестка дня достаточно пуста, никаких больших новостей не случится. Это значит, что есть шанс, что мы сохраним вот тот позитивный импульс, который мы видели вчера во второй половине дня в Нью-Йорке и сегодня утром, который мы наблюдаем, соответственно... Так, фьючерсы-то я показал на американский индекс. Что-то у меня выпадает. Да, фьючерсы растут 3%, полпроцента, даже больше 2,3% показывал, да, вспомнил. Соответственно, в Европе, соответственно, Европа у нас сегодня хорошо откроется. В общем, есть шансы сохранить текущий позитивный импульс, и это хорошо. Хорошо еще и потому, что следующая неделя у нас будет достаточно пустой с точки зрения макроэкономической статистики. Больших поводов для движения, для разворотов в ту или иную сторону, наверное, не будет. Соответственно, нужно ждать такого постепенного восходящего давления вверх, по крайней мере, в первой половине недели. И, соответственно, ну вот так, опять же, осторожно все-таки можно целиться к возвращению, движению в сторону максимумов этого месяца, то есть максимумов прошлой недели. Опять же, потому что запущенная программа количественного смягчения, существует позитивный импульс, и больших поводов для разворота не будет. Это тем более важно, если учесть, что у нас в октябрь начинается достаточно жестко. Во-первых, там все вот эти важные индексы, на которые сейчас обращены внимание инвесторов. Это ISM Minifecturing, национальные безглавы активности Соединенных Штатов в промышленности, плюс рынок труда американский, который вроде как себя не очень хорошо чувствует, судя в том числе и по вчерашним первичным заявкам. Он и в предыдущий месяц, соответственно, в августе себя чувствовал не очень хорошо, и вот сейчас еще хуже есть шанс получить данные. Но это полбеды, дальше у нас начинается через неделю сезон корпоративной отчетности, и вот судя по уже вышедшей микроэкономической статистике, за третий квартал результаты американских корпораций будут разочаровывать, и без того достаточно вялые прогнозы. В общем, если мы не сможем показать роста на ожиданиях эффекта от QE3, то нам будет сложно выстоять под давлением плохих новостей, сгенерированных экономической динамикой в третьем квартале. В общем, ситуация нам предстоит достаточно сложная, но пока осторожный оптимизм я все-таки сохраняю. Вот такие мои ожидания на ближайшую перспективу. Сейчас разрешите я подведу итоги нашего голосования. На сегодняшний день большинство проголосовало за движение вверх, но правда уже не столь подавляющее, 39%, за движение вниз 8% участников и 11% за боковую динамику, то есть за 1500 пунктов по индексу ММВБ. Результаты опроса на ваших экранах. Вот такое мнение участников нашего видеобрифинга. Среда-четверг, Татьяна пишет в чате, среда-четверг ниже 1500, если и сегодня ниже, тогда ой. Ну я согласен с тем, что тогда ой, да, потому что импульс пятницы, по крайней мере, в первой половине недели есть высокие шансы продолжить. Если мы сегодня закрываемся движением вниз, то, соответственно, движение вниз, скорее всего, продолжится. На следующей неделе такое вело текущее, а если закроем следующую неделю движение вниз, то у нас будут поводы, хорошие поводы для еще одной коррекции. В общем, там действительно ой предстоит. Так что будем надеяться молиться за позитивную динамику сегодня и на следующей неделе. Вот такие ожидания. Если других комментариев и вопросов нет, на этом разрешите. Я буду заканчивать наш видеобрифинг. Всем удачных сделок, удачных торгов и увидимся с вами в понедельник на видеобрифинге «Спросе», как всегда, в 9.40 по Москве. До свидания. Ну и да.